Друзья, всем привет! Сегодня мы поговорим о такой замечательной карте, как Электродракон. На самом деле карта не особо популярна, в ладере ее частота использования всего лишь 2%, в топ 200 при этом, друзья, ее использование 3%, в классических испытаниях 4% и в больших испытаниях 4%. Ну а винрейт, вы видите на своих же экранах, он в среднем 50%, то есть стабильная, хорошая карта, которая достаточно неплохо себя проявляет. Ну и Электродракон, как и все остальные карты, которые обладают электрической силой, назовем ее так, силен тем, что он сбивает заряд спарки, сбивает заряд пламенного дракона. И это очень отличный бонус, потому как эти две карты легко контрятся при помощи Электродракона, а эти две карты являются сильными метовыми картами в данный момент. Также, конечно, Электродракон очень хорош против атак с большим количеством юнитов. Атак с Тараном, то есть когда идет Таран, и за ним, допустим, принц, или Таран, за ним бандитка, очень хорошо справляется Электродракон с такими атаками. При помощи бочки варваров так вообще идеально. Также Электродракон очень хорош тем, что он не умирает от комбинаций разряд и фаерболл, и разряд и яд. То есть карта очень живучая, и противнику без молнии будет сложно с ней справиться. Ну а далее, конечно, из этого вытекает слабость Электродракона. Это в первую очередь молния. Молния его контрит очень жестко, убивает, не оставляя ни одной единицы здоровья, также наносит урон вышке. Также Электродракон очень плох против одиночных целей. С Хогом он очень слабенько справляется, Хог успевает сделать две тычки, это слишком много. И, конечно, Электродракон страдает от карт с большой дальностью атаки, таких карт, как Гоблин Дротист или Мушкетер. К сожалению, Электродракон просто не достает своей короткой атакой до них, и за это время противостояние получает слишком много урона, и практически бесполезно в данном противостоянии, поэтому его обязательно надо прикрывать какой-то другой картой, друзья. Ну и лучшие колоды с Электродраконом. Одна из лучших колод сейчас с Электродраконом на ваших экранах, это колода с Голем, Темным Принцем, Дровосеком, без тяжелого спыла. Винрейт 49,9%. Очень популярная колода, это около 5000 игр, сыгран за последнюю неделю в топе 1000. И давайте посмотрим одно из противостояний с данной колодой против другой колоды. Играют топовые игроки, я нашел реплеи с топовыми игроками, друзья. Ну и очень нетипично начинается игра, игрок снизу, синий игрок, начинает игру сразу же ставя своего гиганта, и видя это, красный игрок сразу выставляет своего Голема, понимая, что может это себе позволить в данный момент. И посмотрите, Электродракон очень здорово работает по миньонам, убивает их, но и противник, конечно, дает отличное торнадо, вместе с Фаерболом, и Электродракон умирает. В свою очередь, неплохая защита при помощи бочки варваров, но при этом вышка левая красного игрока получает достаточно много урона. На данный момент на ней 2791 единица здоровья, что гораздо меньше, чем на левой вышке синего игрока. И также по эликсиру небольшое отставание есть у красного игрока. Начинается опять все то же самое. Синий игрок ставит своего гиганта, красный игрок отвечает своим Големом, и гигант подкрепляется Мушкетером, Голем подкрепляется Дровосеком. На данный момент у красного игрока меньше эликсира на 4 единицы. Выставляется мини-пека, который очень больно делает Голему. Голем очень быстро умирает, остаются только Големиты, но в то же время гигант точно так же быстро умирает. И идет торнадо, торнадо, которое притягивает мини-пеку и Мушкетера, и при этом Дровосек добегает до вышки, наносит значительный урон по этой самой вышке. Идет фаербол, фаербол, который неплохо контрит мега-миньоны и остатки дракончика, но при этом по вышке, по левой вышке синего игрока заходит очень много урона, и теперь уже преимущество на стороне красного игрока. Ну и это очень неплохо, ведь мы обозреваем колоду с электродраконом, а играет с этой колодой игрок красный. Поэтому мы болеем за него, и все у него сейчас получается. На данный момент очень неплохо. Выставляется в защиту от атаки с гигантом и мини-пекой Темный Принц и Дровосек, при этом игнорируется полностью Шахтер, наносит который очень много урона, и очередная атака идет от синего игрока, который защищается при помощи электродракона и второго дракончика. При этом на левой вышке остается очень мало здоровья у красного игрока, но сейчас будет сложно защищаться синему игроку. Выставляется голем, голем выставляется неудачно, но при этом подкрепляется мега-миньоном, и идет хорошая торнадо, бочка барваров, которая убивает мушкетера, и продолжает давление красный игрок, ему сейчас ни в коем случае нельзя останавливаться, и выставляется Дровосек, Дровосек почти добегает до вышки, но в этот момент вылетает Шахтер из-под земли, останавливает его, но уже летит Темный Принц, Темный Принц, который останавливается мини-пекой, но теряет Темный Принц только щит, ток, идет Фаербол, но Фаербол не спасает синего игрока, и вот такая победа колоды с Големом и Электродраконом, ну и я сразу советую вам, друзья, еще одну колоду, очень популярная колода, вы наверняка ее видели уже где-то или слышали о ней, и эта колода с Принцом, Тремя Спылами, и Шахтером, и Гигантом, и Электродраконом, и Мега-миньоном. По-моему, ничего не забыл, ну, кстати, из трех спылов тут у нас Фаербол, разряд и полено, но теперь точно ни о чем не забыл, и игра у нас начинается достаточно пассивно, игроки отвечают Мега-миньоном на Мега-миньона, кстати, синий игрок у нас это Твич Босс, это чувак, который очень неплохой стример, по Клэш-Роялю постоянно, он практически каждый день стримит, англоязычный игрок, очень неплохого уровня, и вот он известен тем, что он катает именно на этой колоде, на этой колоде он очень неплох, прям невероятно неплох, он и занимал первое место в глобальном турнире с этой колодой, и стабильно где-то в топе находится именно с данной сборкой, с данным сочетанием карт, и давайте посмотрим, как он исполняет эту колоду, это лучший игрок на данном сочетании карт, на данной колоде, еще раз повторюсь, играет он против странной колоды с пекой с кладбищем, никогда не понимал такого сочетания, но при этом упорное противостояние происходит, и сложно, как мы видим боссу, то есть синему игроку против данной колоды, он защищается на данный момент, и он предпочитает не подкреплять никак своего электродракона, просто дает ему долететь до вышки, умереть от этой самой вышки, очень неплохо активирует свое главное здание красный игрок, при помощи мегаминьона, но при этом, конечно, мегаминьон в итоге отыгран, и не хочет он его просто так отдавать, поэтому кидает бочку варваров, бочка варваров делает две тычки по левой вышке синего игрока, он при этом ничего не выставляет, он предпочитает получить небольшой урон, но при этом как следует подкрепить своего гиганта, то есть, друзья, обращаем внимание, если вы играете на гиганте, то иногда, а чаще можно сказать всегда, если вы выставляете своего гиганта, то тот урон, который вы можете проигнорировать, лучше игнорируйте, потому как вам лучше эликсир, который вы бы потратили на защиту от этого урона, потратить, на самом деле, в атаку, и я это неоднократно видел в исполнении синего игрока, он всегда предпочитает поддержать своего гиганта, если есть такая возможность, ну и сейчас на поле боя атака синего игрока захлебывается, переходит красный игрок в контрнаступление при помощи пейки, палача, и дает он, конечно же, свое кладбище, дает кладбище, копит эликсир и дает еще туда же яд, это все защищается при помощи электродракона, ставится точно так же и принц в глубокую позицию, в крайний левый угол, принц разгоняется, но, конечно же, легко и просто он контрится при помощи надгробия, это одна из лучших карт, которая контрит принца, идет также бочка варваров, я вот немножко ее не понял, смысла этой бочки варваров, но все же, наверное, ему виднее, выставляет синий игрок в поддержку своему гиганту, мега-миньона и электродракона, сразу же дается яд, выставляется мега-миньон, который делает тычку по электродракону, в общем, вся поддержка разваливается от яда и мега-миньона, и снова идет контратака, снова какая-то, друзья, непонятная, немного бочка для меня, и палач умирает от мега-миньона, продолжает свое движение пека к вышке, при этом скелетики активно появляются из кладбища, и наносят небольшой урон по левой вышке синего игрока, в итоге он защищается от пеки при помощи электродракона и принца, отдается хороший яд, снова умирает электродракон, и принц, конечно, не добегает до красной вышки, потому как выставляется пека в агрессивную позицию, и идет снова кладбище, кладбище от которого защищается в первую очередь принцем и поленом, синий игрок, выставляется гигант очень неплохо, в итоге левая вышка защищена, остается 604 единицы здоровья, выставляется электродракон, принц разгоняется, быстро умирает сразу же бочка варваров, идет атака по левой стороне, умирает надгробие, дается отличный разряд, принц врезается в вышку, очень много урона наносит, и все, и идет фаербол, и вот такая победа, в казалось бы проигранной игре, казалось бы против контры, в общем сильная, друзья, колода, на протяжении уже полугода, может даже года, так точно, так что советую вам, рекомендую, и вот новая еще одна сборка, это колода с двумя принцами и гигантом, очень похожая на предыдущую колоду дека, но при этом вместо олено, вместо бревна, тут у нас присутствует темный принц, и друзья, только сейчас, уже делая озвучку данному ролику, я заметил, что играет эта колода против колоды, которую мы рассматривали до этого, и, кстати говоря, эта колода проиграла предыдущей колоде, в общем, немножко я накосячил, но, друзья, имейте в виду, что у колоды гигант и два принца, которые играют против предыдущей колоды, с поленом вместо темного принца, винрейт-то повыше, то есть, если вы будете рассматривать эти деки, не смотрите на вот это данное конкретное противостояние, тут играют два игрока, на самом деле, примерно одинакового уровня, но вот этот синий игрок Галли Голодон, он очень известен, это ютубер, он постоянно играет на этой колоде, точно так же, как и Twitch Boss, в то время как Moji из клана Nova French Army, он играет на разных колодах, я видел, как он играет на абсолютно других колодах, то есть, он не привык, как минимум, к этой колоде, и нельзя рассматривать данное противостояние, как аксиому, как то, что, грубо говоря, колода с тремя сплами сильнее, чем колода с двумя принцами, нет, это немножко не так, винрейт все-таки лучше показывает колоды с двумя принцами, сейчас, на данный момент, но зато мы можем вдоволь насладиться тем, как электродракон легко и просто справляется с колодами подобного типа, с колодами с гигантом и принцем, или двумя принцами в поддержку, то есть, за счет своей цепной молнии, он останавливает практически всю атаку, он затормаживает рывок принца, он тормозит продвижение гиганта, и вот в таких противостояниях, конечно, электродракон просто незаменим, и в данном противостоянии, конечно, темный принц, он играет больше в минус, чем плюс, то есть, электродракон контрит, помимо обычного принца, еще и темного принца за один приход, и это, конечно, минус в данной колоде, в данном противостоянии, бревно пополезней будет, и смотрите, вот идет атака от красного игрока, который при помощи полена, электродракона, легко и просто контриться, в первую очередь, это, друзья, полена, электродракон, конечно, тут еще присутствует принц, чтобы он наносил урон по гиганту, быстро его убивал, но всю работу, в основном, сделали полена, электродракона, идет сразу же, после того, как игрок видит, что на правой стороне, очень много войск, и так, он идет сразу же, по левой стороне, атакой шахтером, шахтер добивает вышку, ну, друзья, в этом противостоянии, все ясно, просто карта, и конкретно, в этом матчапе, такая, как темный принц, она абсолютно бесполезна, то есть, гораздо тут полезнее бревно, оно точно так же, тормозит атаку принцев, и, в общем, здесь все ясно, но при этом, колода очень сильная, тут я немножко накосячил, в общем, такой, друзья, обзор на электродракона, спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось, напишите в комментарии, какой вы хотели бы увидеть, обзор следующим, и до новых встреч, пока!